В этом году мы полностью закончим с конструкцией здания. И приступим к... Прям под крышу, что ли? Под крышу полностью. Это не оптимистические прогнозы, а вполне себе реальные планы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном «Водник». Чтобы успеть войти в федеральную программу для получения около 655 миллионов рублей на возведение нового стадиона, было принято решение повторить уже ранее использованный проект. Практически полностью повторяет по своим решениям, по своему набору помещений. Но, естественно, с более современными материалами оборудование повторяет фок радужный в Елизово. В двухэтажном фоке общей площади почти 6000 квадратных метров построят два бассейна. Взрослый длиной 25 метров, рассчитанный на четыре плавательные дорожки и 10-метровый детский. Также в «Воднике» планируется универсальный зал для игровых видов спорта с трибуны на 550 мест, залы с тренажерами и для занятий аэробикой и боксом. Единственный вход раньше был, а сейчас будет? Да, сейчас будет два, даже три здесь аварийные. Три входа. Основной для автотранспорта и хозяйственный для пожарных машин. Само основное здание? Да, само основное здание с плавательным бассейном, площадка для игр с мячом и площадка с антивандальными тренажерами. Напомню, старый стадион снесли меньше месяца назад. Сейчас подрядчик уже приступил к земляным работам, начал выемку грунту для котлована. До конца сентября он планирует завершить все работы ниже нулевой отметки. Также будет выполнено устройство фундамента и чаши бассейна. В октябре строители приступят к возведению надземной части здания. Прием первых посетителей физкультурно-оздоровительного комплекса «Водник» запланирован на конец 2021 года. Лиса Латыпова, Алексей Кузьмин, Антон Скрипаченко, Михаил Москвин. Информационное агентство «Камчатка». Продолжение следует...